Так уж устроена башкирская власть, что события, случившиеся вчера на оперативном совещании в Белом доме, уже не были каким-то неожиданным явлением, чем-то таким вау и таким вот очень удивительным, потому что информация, конечно, утекла заранее. Еще в воскресенье было понятно, что будет происходить вокруг переназначения нового мэра Уфы. Но, тем не менее, сам факт был любопытным, и как это было обставлено, очень даже интересно обсудить. Я говорю о том, что с самого начала оперативного совещания Ради Хабиров завладел вниманием аудитории всей республики, сообщив о том, что утром в понедельник в 11.00 Горсовет Нефтекамска освободил от должности Ратмира Мавлиева. А далее Хабиров наконец-то все-таки рассказал нам о том, что он предложил Мавлиеву стать мэром Уфы. Ратмир согласился стать мэром Уфы. Кстати говоря, очень некрасиво выглядело то, что на прошлой неделе Ратмир Мавлиев заявлял о том, что он никаких переговоров о назначении его в Уфу не ведет, что он работает в Нефтекамске, вот его деревня, вот и дом родной. Правда, выглядело неприлично в итоге, потому что никто, и я в том числе, не поверит в то, что эти разговоры не велись, о том, что Ратмир Мавлиев вот уже чуть ли не полтора месяца согласовывался на должность мэра Уфы. Ну, не надо было так говорить, что никаких разговоров не велось. Ну, ладно, отнесем это к неопытности 32-летнего нового мэра Уфы. Надеюсь, на будущее он будет понимать, что каждое его слово фиксируется и впоследствии анализируется. Как говорится, опустим. Хабиров многословно, долго, длинно и как-то пытаясь убедить самого себя, благодарил Мавлиева за рывок, прорыв, скачок и достижения в Нефтекамске, говорил о том, что Нефтекамск похорошел необычайно и так далее, и так далее. Надо отметить, что накануне Хабиров лично посетил Нефтекамск, даже запостил оттуда какие-то признания в любви этому городу. Судя по всему, операция по поддержке Мавлиева все-таки была необходима, потому что вот для меня, например, непонятно, зачем было лично присутствовать на вот этих всех мероприятиях, как в Нефтекамске, так и в Уфе, в горсовете, зачем было вот это все подчеркивать, выпячивать, если уж так велики заслуги Ратмира Мавлиева по благоустройству и улучшению жизни в Нефтекамске. Ну да ладно. Вообще прослеживалось, конечно, то, что Хабиров почему-то волновался. Самое смешное, что в всей этой операции у него вообще не было никаких противников или противоборствующих сторон. Греков не сопротивлялся своей отставке, Мавлиев точно не сопротивлялся своему назначению. Я уж не говорю про оба горсовета Нефтекамской и Уфы, которые вообще, в принципе, сопротивляться ничему не могут, так что, ну, непонятно, с кем воевал Хабиров, но лицо у него было очень серьезное. Наверное, будет уместным всю эту картину изложить целиком, несмотря на то, что, естественно, на оперативке с утра еще было неизвестно, что случится вечером в горсовете. Вернее, конечно, неизвестно было полностью, но формально это была интрига. Так вот, Хабиров предложил Грекову, а Греков, конечно, согласился возглавить представительство Республики Башкортостан в Москве. Причем Хабиров как-то, ну, не объяснил, почему вдруг меняется у Марпаши Ханалиев, герой России, генерал и уважаемый человек, меняется на Грекова, а генерал и уважаемый человек превращается в какого-то там спецпредставителя по инвестициям. Не знаю, как отнесется господин Ханалиев к подобной должности, но это, конечно, такой очевидный плевок в лицо Федеральной службы безопасности, которую, в общем-то, пожизненно, наверное, будет представлять господин Ханалиев. Тем не менее, Греков возглавляет представительство в Москве, Мавлиев становится мэром Уфы, Хабиров элегантно умолчал о том, что в промежутке между 11 утра, когда нефтекамский горсовет принял отставку Мавлиева, и 17 вечера, когда горсовет Уфы назначил Мавлиева исполняющим обязанности руководителя администрации города, вот в этот промежуток времени Мавлиев еще успел устроиться на другую работу, а именно стать первым замом Грекова. Вот стремительность этой всей операции наводит на мысль об очередной неуверенности Хабирова в успехе, хотя, повторюсь, что бы тут могло ему противостоять, я не понимаю. Ну, видимо, были какие-то сомнения, видимо, были какие-то предположения о чем-то нехорошем, что может случиться, потому надо было торопиться. Кроме всего прочего, было очень смешно наблюдать, как Хабиров награждает почетной грамотой Сергея Грекова, причем почетная грамота Республики Башкортостан. Это вам не хухрэ-мухрэ, а почти награда. С формулировкой, процитирую дословно, за высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд. Знак вопроса можно ставить в этой фразе практически каждому слову. Что за профессионализм углядел Ради Фаридович в действию господина Грекова? О каком многолетнем труде, говорит Ради Фаридович в этой формулировке, совершенно непонятно. Не хотелось бы думать о том, что именно так воспринимает профессионализм и эффективную работу Хабиров, как это нам продемонстрировал Греков. Но в целом, конечно, переход на работу в представительство Республики Башкортостан в Москве. И, кстати говоря, Греков вообще-то повышен в должности. Он стал теперь вице-премьером правительства, как положено нашему представителю в Москве. Ну, то есть, за все, что сделал нам Сергей Николаевич, он получил только повышение и грамоту. А вовсе не пинок под задницу и не проклятие вслед. Завершая обзор вот этого дня всех влюбленных для всех чиновников РБ, вишенкой на торте стала, конечно, отставка господина Ахмадинурова, а вернее, его уход в отпуск с дальнейшим увольнением с поста руководителя исполкома партии «Единая Россия». Я не знаю, поддался ли Рустам Маратович общей эйфории и движухи, и вдруг ему показалось, что это весело и прикольно. На самом деле, конечно, нет. Уход Ахмадинурова это действительно продуманное и подготовленное действие. Его убирают, и он уходит к приезду Турчака, который приедет в Уфу, тут, значит, с какими-то очень важными задачами. Напомню, что партия «Единая Россия» начала уже мобилизацию своих избирателей, то есть объявлена подготовка, начало подготовки к перевыборам Владимира Путина 24-го года. Для этого партия «Единая Россия» нужно мобилизовать как минимум 30 миллионов очевидных сторонников, как у них заявлено в программе. Господин Турчак начинает объезжать ключевые регионы. Совершенно понятно, что Рустам Ахмадинуров не тянул работу по подготовке партии к тяжелому периоду переизбрания Путина на новый срок, что в переводе с русского на русский означает переизбрание Путина навечно. Ахмадинуров, очевидно, эту задачу не потянул бы. Кроме всего прочего, он действительно вызвал острую неприязнь у самого Турчака, когда он последний раз сюда приезжал. Эта история там с девицами некрасивая приключилась. И Ахмадинуров и ранее вызывал острую неприязнь у Сидякина, который тоже теперь не последний человек в партии. Сидякин-то и вовсе его неприкрыто троллил и издевался над ним. В общем, конечно, по совокупности вот этих всех причин Ахмадинуров покидает свой пост. Уже приметили и наметили там какого-то невзрачного мужчинку на это место, да, собственно, это и правильно, потому что партия Единой России вообще теперь отсвечивать и вылазить особенно не нужно. Ну, вернемся к главному событию, к назначению нового мэра. Я думаю, что сейчас еще рано осмысливать вот в целом, что произошло. Мы можем констатировать ряд необычных моментов в этом деле. Ну, я уже говорил о том, с какой странной поспешностью и, я бы сказал, суетливостью было все это провернуто за вот 6 часов вся эта операция была организована, при том, что готовилась эта операция чуть ли не 2 месяца, потому что лично я узнал о том, что Хабиров решил однозначно назначить Мавлиева на пост главы города Уфы, ну, не соврать-то, где-то 20, может быть, 18 декабря прошлого года еще, и вот с этого момента Хабиров готовил эту отставку и это назначение. А вот свершилось все вот это в такой суете. рано говорить, наверное, о перспективах самого Мавлиева. Понятно, что придется ему очень непросто на этом посту, не только потому, что ему нужно будет расхлебывать последствия управления городом и Мустафина, и Грекова. Безусловно, придется расхлебывать. Мавлиев, младший, очень амбициозен и верит в свою звезду и в свою удачу, но надо понимать, что так же, как и Красногорск, это не Башкортостан, так же и Нефтекамск, это не Уфа. В 10 раз отличается население, значительно сложнее структура элит взаимоотношений, всевозможных взаимовлияний внутри Уфы, чем в Нефтекамске. В Нефтекамске было все понятно. Всех загнал под лавку и управляй городом. Здесь так не получится. Пример Грекова должен наводить на мысли Мавлиева, что он должен применить некую иную модель управления городом, а самое главное, иную модель собственного позиционирования в городе. Такой незамысловатый простенький пиар, который использовался в Нефтекамске, конечно же, здесь не подходит для того, чтобы выглядеть прилично в качестве мэра миллионного города. Задач очень много, очень много будет и недоброжелателей, в том числе в самой мэрии, всех же не уволишь. Понятно, что Мавлиев наверняка приведет с собой пару-тройку новых замов, еще что-то, но безусловно, основной костяк сотрудников мэрии остается прежним, и он останется прежним, потому что у них просто нет запасных. Так вот, именно внутри этого коллектива и заключена некая опасность для нового мэра. Кроме всего прочего, существует еще горсовет, крупные экономические группы, строительные группировки и крупные строительные компании, у которых есть вопросы, запросы и потребности к мэрии Уфы. А еще есть долги Грекова, с которыми надо думать, как поступать. Надо ли отменять сейчас решение Грекова о, например, выделении участка для межевания тому же самому Гагину? Это очевидно было такое гемберский аккорд Грекова, которому стало все равно, и он подмахнул бумажку Гагина, я имею в виду выделение под застройку последнего сквера в центре Уфы. Вот очень много вопросов будет у Мавлеева, на все на них придется отвечать, потому конечно ему будет очень тяжело. Какова перспектива Уфы в этой ситуации? Она пока не определена, но конечно перспективы Уфы довольно тревожные. Очередной эксперимент проводится над горожанами и над городом. Город отдан в управление 32-летнему начинающему управленцу, так что конечно вопросов очень много. Будем безусловно с интересом наблюдать за тем как это будет развиваться. Мы все жители Уфы однозначно заинтересованы в том, что она начала бы развиваться, потому что Уфа у нас вянет, загибается, чуть было не превратилась в Ашимбай. Мы точно не хотим, чтобы Уфа превратилась в Нефтекамск, и пускай нефтекамцы на меня не обижаются. Уфа должна быть Уфой, Уфа должна развиваться, она должна идти в ногу со временем с прогрессом и так далее, и так далее. И много глупостей было наделано за последние три года. Не понимаю, почему бы им быть отмененными, но очень надеюсь на это. Так что определенные надежды в момент изменений мы инстинктивно возлагаем на Мавлеева, рассчитываем на чудо, рассчитываем на какие-то перемены и ожидаем их от нового молодого мэра Уфы. Однако вернемся к оперативке. Мы уже наверное забыли, что сегодня у нас обзор оперативного совещания вовсе не презентации нового мэра Уфы. Конечно, это было главным событием, но оперативка все равно состоялась. Завершая свое вступительное слово, Хабиров немного рассказал о том, что он делал на предыдущей неделе. Помимо того, что он преодолевал последствия заболевания ковидом, судя по всему, ему нелегко дается вот это выздоровление и реабилитация, Хабиров все-таки чем-то занимался и без конца говорил про себя мы. Описывая свою неделю и свои действия, он все время говорил, мы встретились с частным автоперевозчиком, мы подчеркиваем, мы настаиваем, мы сказали то, мы сказали это. Честно говоря, это у него и раньше было, конечно, но вот в понедельник, вчера, это просто было подряд. Мы, мы, мы. То ли он боится сказать я, то ли это действительно мания величия, то ли это просто, ну, еще проще это неумение владения русским языком, но вот это мы звучит, конечно, крайне неуместно, иной раз комично, иной раз отвратительно, но это мы, мы, мы. Мы, Николай Второй. В общем, встретился он с частным автоперевозчиком, но об этом мы чуть позже поговорим. Перешел Хабиров плавно к повестке дня, объявив необходимость поговорить ковид-19. Мы как-то уже спокойно относимся к рекордам заболеваемости и госпитализации в последние дни. Рекорды эти идут и по России, и, соответственно, по Башкирии. В Башкирии из тех шесть сутки заболело 3780 человек, при этом уровень госпитализации, уровень госпитализации, по словам господина Забелина, который делал доклад на эту тему, составляет всего 3%. Это очень радует. Но, собственно, это тоже соответствует мировому тренду и тренду пророссийской федерации. Новый штамм коронавируса значительно более мягкий и значительно менее опасный для людей. Это уже понятно. И потому госпитализация 3% не вызывает опасений у властей. Ситуация с перегрузкой системы здравоохранения, в частности, речь идет о госпитализации и лечении больных в больницах, однако вызывает беспокойство. то самое первичное звено, поликлиническое звено, но тут мы уже говорили о том, что Хабиров просто рубанул и сказал, что у нас все с этим хорошо, никаких проблем нет. Так и продолжается история с невозможностью попасть на прием к врачам в Башкирии. люди поняли, что они не могут вызвать скорую помощь, не могут вызвать врача на дом, но как-то с этим смирились. Далее Забелин рассказал нам о том, что в общей сумме у нас заболевших почти 165 тысяч человек, это вообще за два года. Очень важный момент отмечу, среди госпитализированных на данный момент Башкирии ни одного человека нет на аппарате искусственной вентиляции легких. Это пожалуй впервые за последние полтора-два за все два года, потому что ИВЛ прозвучало сразу же как только начался ковид, как только началась пандемия. И вот вчера в понедельник Забелин сказал, что у него на утро понедельника не было ни одного пациента под ИВЛ. Это очень хорошо, потому что ИВЛ это была почти уже смерть, это почти смертный приговор, мало кто возвращался из ИВЛ обратно к жизни, так что это очень радует. Ну и завершая вот этот статистический обзор, можно сказать, что развернуто 3250 коек, это несколько больше, чем 2800 на прошлой неделе, но ненамного и 81% из них только заняты. Это очень хорошо. Не будем говорить о вакцинации, она у нас уже приблизилась к 100% подлежащих вакцинированию, вообще, по-моему, надо прекращать говорить о вакцинации. Я лично понимаю, что это была большая прибольшая такая афера, которая еще, наверное, подлежит рассмотрению и расследованию. Однако, отметим, что Забелин заострил внимание на усиление проблемы в районах и сказал, что нужно, и он начинает увеличивать количество коек в районных больницах. непонятно совершенно, где два новых ковидных госпиталя, которые были обещаны к первому февраля. Еще в ноябре, когда приступили к их строительству и так далее, была точно названа цифра, все, 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 к февралю у нас будет. В Сибае и в Туймазах должны быть построены два ковидных госпиталя. В Туймазах худо-бедно что-то еще продвигается и как-то уже просвет понятен. В Сибае я так понимаю провал. не знаю, Хабиров молчит как Чарли Чаплин на эту тему, ничего не говорит, не комментирует, ответственный за строительство Абдрахимов помалкивает и хлопает глазами. Кстати сказать, у его подопечной компании СтройТек все замечательно, все успевается, все проекты реализуются, плазу забрали, а вот с госпиталями не получается. В общем, тут, конечно, какая-то нехорошая история. Следуя заведенному распорядку оперативного совещания, заслушали ситуацию в ЖКХ на дорогах ИЧС. Первым докладчиком, как обычно, был Морзаев. Судя по всему, Морзаев у нас окончательно и полуофициально уже, наверное, стал ответственным за уборку города Уфы. Мы как-то даже это восприняли как должное, хотя на самом деле этого не должно было быть. Министерство ЖКХ не занимается коммунальными вопросами отдельно взятых муниципалитетов, а только координирует всю эту деятельность, но, видимо, понимая, что Греков забил окончательно на все, и мэрия Уфы не собирается работать и прощается и так далее, пришлось поручить Морзаеву. Не могу сказать, что Морзаев на 100% оправдал ожидания уфимцев, которые, собственно, на фоне вот этого снежного коллапса были абсолютно неисполнимы эти ожидания, но констатирую, что он смог привлечь на уборку снега Уфе 500 единиц техники, то есть добавив 120 единиц сторонней техники, то, чего не смог сделать Греков, то есть тупо договориться с владельцами тракторов и всевозможной другой снегоуборочной техники о том, чтобы они тоже занимались уборкой снега. Из достижений Морзаева отмечу, что он как-то очень уж быстро, чуть ли не за 4 дня смог купить 4 роторных снегоотбрасывателя на базе автомобиля Урал, которые так называемые аэродромного типа, ну это такое вообще лютое решение, такая огромная снежная мясорубка, которая если там водитель этого Урала зазевается, она перемалывает автомобиль Жигули так, что никто даже не заметит. В общем, такая штука, которая почистит что угодно, как смог Морзаев купить за 4 дня 9 таких автомобилей, я не понимаю, но вот смог. В общем, было широкой общественности явлено то, что существует все-таки решение неразрешимых задач, вот смотрите, бросили все в топку и вот снег убрали. Действительно, на улицах стало почище. Кроме всего прочего, Морзаев еще одну такую важную революционную вещь сделал. Он вообще какой-то носитель таких вот открытий в области ЖКХ, то, о чем мы вообще не подозревали. И я говорю в первую очередь о том, что оказывается, власти должны надзирать за тем, как происходит уборка территорий, придомовых территорий, вообще домов и проездов. Я говорю о том, что Морзаев взял и составил 1600 актов о нарушении порядка содержания дворовых и придворовых территорий. Акты эти были составлены на управляющей компании, то есть их оштрафуют. Ведь на самом-то деле оказывается, это обязанности управляющей компании снег убирать. Я иронизирую, мы, конечно, об этом знали, но, тем не менее, управляющие компании легко и непринужденно могли себе позволить этого не делать. Так вот, Морзаев откопал полномочия и теперь, значит, вместе с полномочиями, правда, он откопал и топор войны, но 1600 актов и нарушений были выявлены и, может быть, на кого-то это подействует. Посмотрим. Хабиров снисходительно выслушал доклад. Произошел некий диалог между Хабировым и Морзаевым на тему сделайте, сделаем, сделаем, обязательно, конечно, сделаем. Ощущение того, что на Морзаева полностью возложена обязанность по уборке города окончательно утвердилось, то есть, на самом деле, посмотрим, вернет ли себе эти полномочия новый мэр Мавлиев или предпочтет, чтобы подметал в городе Морзаев, а Мавлиев будет, например, там какие-нибудь скамеечки открывать. Содокладчик Морзаев и господин Булышев, министр транспорта и дорожного строительства, не смешно говорить, но опять не говорил про дорожное строительство, сообщил о том, что уровень смертности и аварийности на дорогах Башкирии сохраняется на уровне тревожного, а за полтора месяца 2022 года было изловлено уже 1400 пьяных водителей за рулем. Хабиров напомнил Булышеву о необходимости выпустить автобусы компании Автомиг на линию, Булышев сообщил, что автобусы уже выпущены, при этом ну вот это достижение, как мы ходили с частным перевозчиком, разговаривали, мы договорились, мы понимаем, кроме всего этого есть еще понимание того, что вот эта компания Автомиг это некое странное явление на рынке Уфы, уже появились сообщения о том, что то, как она себя ведет и как она обслуживает маршруты, которых не существует, как обслуживаются маршруты, когда нет этих значит маршрутных карт и вообще происходит что-то странное с маршрутной схемой Уфы, вот эти сообщения уже появились, Булышев это называет экспериментом и выяснением потребностей граждан на перевозку и так далее и так далее, но вообще это как-то немножко за рамками, правил, которые установлены в городе Уфе и которые как будто бы тот же Хабиров требовал соблюдать, по поводу того, чтобы Автомиг ввел на рынок и на улице Уфы большие автобусы, это тоже немножко с натяжкой, потому что те автобусы, которые они показали и презентовали, это прямо скажем средние автобусы по размеру, ну в общем есть много вопросов к этому Автомигу, откуда он взялся, на каких условиях он работает и почему это происходит, эти вопросы есть, эти вопросы есть и у оставшихся перевозчиков, которые не вошли в число любимых перевозчиков Радио Фаритовича, вообще вот это конечно бизнес-байство, честно говоря, оно поперло из Хабирова с первого дня, он назначает себе любимую компанию в какой-то сфере и эта любимая компания уже становится вне всякой конкуренции, то же самое судя по всему происходит и с рынком пассажирских перевозок в Уфе. Третьим номером программы оперативного совещания был доклад госпожи Ивановой, который был непонятно зачем, вот честно, я отказываюсь понимать, зачем в принципе он был поставлен в сетку этого совещания, доклад был о текущей миграционной ситуации в республике Башкортостан, ну, то есть о том, как меняется численность населения республики. Госпожа Иванова рассказала нам о том, что на данный момент население республики балансирует на цифре 4 миллиона, а именно 4 миллиона 1 152 человека. Столько по мнению Ленара Хакимовна Ивановой людей проживает в Башкирии, ну, как это было посчитано с точностью до одного человека, конечно, совершенно непонятно и абсолютно вызывает Иванова утверждает, что вопреки многолетнему тренду, который длился с 14 по 20 год, тренд на снижение населения республики, вдруг произошел рывок, скачок и подскок, и в конце 21 года мы получили прирост 7 963 человека. Слушайте, 7 963 человека это даже не 1 процент населения. 7 963 человека это статистическая погрешность. Говорить вообще о том, что у нас стабилизируется численность населения в Башкирии нельзя. Помните на заре карьеры Хабирова как главы республики Башкортостан он бил себя в грудь и обещал нам увеличить население республики до уровня 4 миллиона 100 тысяч человек. Очевидно, что население все равно уменьшается. Очевидно, что мы подошли к этой роковой отметке в 4 миллиона и зачем было выпускать Ленару Хакимовну на сцену, чтобы она только подчеркнула тревожность этой ситуации, категорически непонятно. Иванова сыпала цифрами, сообщила нам о количестве приехавших иммигрантов в Башкирию. Почему-то ее радует прибытие 3000 таджиков, 2000 узбеков, 2000 казахов и 1000 армян в прошедший период. Я не говорю, что это плохо, но я не понимаю, чему здесь радоваться. лидером по оттоку населения из территории республики, кстати говоря, почему-то является Ишимбайский район. Как так получилось, что именно родина ради Хабирова стала самым невыносимым местом для проживания в республике, я не понимаю, но тем не менее Иванова доложила о том, что именно Ишимбайский район это лидер по оттоку населения, именно там жить стало совсем невыносимо. Из совсем уже смешного в докладе Ивановой содержалось обещание о том, что она будет всеми силами поддерживать возвращение граждан из дальнего зарубежья на постоянное жительство в Башкирию. Вот уж тут точно дураков нет, Ленар Хакимовна, да и сами вы, насколько я понимаю, уже присмотрели себе местечко подальше от Солнечного Башкортостана и вообще от Российской Федерации для постоянного проживания, так что это, конечно, было, честно говоря, такое лицемерие. Но, заканчивая свой доклад, Ленар Хакимовна прояснила, зачем он вообще был нужен. Оказывается, в итоге всей вот этой болтовни будет опять программа, бюджет, освоение и отчет. Собственно, вот эта бездонная прорва под названием Министерства труда, социальной защиты и семьи по республике Башкортостан, это какая-то черная дыра башкирского бюджета, туда уходят огромные деньги, на выходе мы имеем какие-то отчеты о социальной поддержке и обучении мамочек вести собственный бизнес. Вот, конечно, вот об этом надо задуматься нашему Минфину, если он, в принципе, хотя бы чуть-чуть задумывается об оптимизации расходов бюджета республики. Одним из завершающих докладов был доклад о развитии рынка наружной рекламы и делал его руководитель агентства по печати и средствам массовой информации Максим Владимирович Ульчев. Ну, помимо всего прочего и того, что Максим Ульчев был еще и именинником в день своего доклада, доклад он сделал вполне себе внятный. На удивление, я внимательно слежу по старой привычке за рынком наружной рекламы я проработал 10 лет в этой сфере в каком-то далеком прошлом, но как-то не отпускает. Ульчев, в частности, доложил, что после того, как в мае была поставлена задача о искоренении незаконных рекламных конструкций, а предыдущий отчет Ульчева был действительно в мае почти год назад 10 месяцев, так вот, за эти 10 месяцев ему удалось сделать почти невозможное. На май 2020 года у него было 2000 незаконных рекламных конструкций по Башкирии, но это по крайней мере то, что он смог заактировать, и на данный момент осталось только 200. Максим Владимирович смог искоренить 90% незаконных рекламных конструкций. по моей памяти, по моему опыту работы в наружной рекламе, незаконные рекламные конструкции действительно был абсолютный бич этого рынка, особенно в районах. Ульчев пытается унифицировать и стандартизировать подходы к размещению наружной рекламы по всей республике, вырабатывается схема размещения рекламных конструкций по районам и городам, вырабатывается унифицированный подход к выдаче разрешения на размещение рекламной конструкции, продвигается концепция того, что нужно поощрять размещение высокотехнологических рекламных конструкций, речь идет о экранах вместо вот этих фанерных конструкций, в общем, все это звучит очень благостно и судя по докладам Ульчева прекрасно должно работать, однако есть проблемы, электронные аукционы на размещение рекламных конструкций проводятся только в 30% муниципалитетов республики. Многие муниципалитеты и Уфа в том числе активно сопротивляются унификации подходов к размещению наружной рекламы и более 40% рекламных конструкций в Уфе не соответствуют тем стандартам, которые разрабатывает Ульчев. Ну, я уж не говорю про Обзелиловский и Краснокамский район, которые в открытую бойкотируют деятельность господина Ульчева и не подчиняются требованиям Уфы. Очень понятная ситуация на самом деле. Многие не знают, что здесь и как, но именно хаос и произвол и произвольность принятия решений в этой сфере позволяют администрациям любого уровня, в том числе администрации Уфы, найти лазейки и злоупотреблять на этом рынке. То есть, переводя это на русский язык, отдавать самые лучшие рекламные места своим людям, чтобы снимать сливки и как-то там на этом всем зарабатывать. Не знаю, получится ли Ульчева справиться с этой ситуацией, потому что реклама это огромная мафия. Не знаю, стал ли он частью этой мафии, хотя что-то мне подсказывает, что соблазн велик. В общем, конечно, прозвучало это все здорово и весело. Чем это закончится, мы посмотрим. Примечательным диалогом закончился, собственно, сам доклад Ульчева. Хабиров проявил некую осведомленность в этих вопросах и заговорил о трассе Уфа-аэропорт. Это пресловутое размещение рекламы, ну, пожалуй, что это одна из самых дорогих площадок для наружной рекламы в Уфе. Вот эти щиты, которые бесчисленно стоят вдоль дороги Уфа-аэропорт, это самые такие дорогие рекламные места, ну, может быть, сравниться с ними могут щиты на проспекте октября. Так вот, Хабиров потребовал убрать фанерные щиты с этой трассы и заместить их хотя бы экранами и потребовал Ульчева назвать дату, когда он сделает эту работу. Ульчев незамедлительно ответил на этот вопрос, продемонстрировав недюжинную компетенцию в этом деле. Он сообщил, что договора на размещение вот этих вот фанерных щитов, как их назвал Хабиров, заканчиваются в 2025-2012 2027 годах. То есть, они заключены, перезаключены и вот на этот срок. Хабиров вскричал, что 2025-2027 год никак не принимаются, потому что у него на носу 450-летие Уфы. И тут Хабиров указал Ульчеву, что он должен пригласить коллег, назвав так владельцев щитов, и обсуждать с ним эту проблему. Ну, в переводе с Хабировского на русский это означает следующее. Я, как юрист, понимаю, что фанерные щиты стоят законно, но ищите способ от них избавиться любыми средствами. Вот, собственно, то, что юрист Хабиров посоветовал Максиму Ульчеву. Ну, Максим Ульчев, конечно, попадает в очень сложную ситуацию, потому что владельцы самых лучших щитов, самых дорогих мест для рекламы, люди непростые и не бедные, просто так их через колено переломать не получится, как советует Хабиров, а Хабирову наплевать, что сделает Ульчев, тем более, что я почти уверен, что господин Ульчев за годы своего труда и своей работы вот на этой должности уже вошел в некие отношения с этими владельцами, соответственно, просто так нагибать он их не в состоянии. Интересная интрига, будем за ней наблюдать, щиты фанерные по аэропортской трассе у нас на глазах, так что можем их посчитать и наблюдать за тем, как Максим Ульчев с этой проблемой справляется. Редактор субтитров А.Семкин